Друзья мои, всем привет! Короче, какое дело? Оказывается, вся наша компашка прониклась Видеосъемками, им очень понравилось, особенно понравились ваши комментарии За это вам огромное спасибо И сегодня мне с утра пришло такое смс от Олеси, что А не хотел бы ты пригласить нас всех к себе в гости? Я говорю, по какой такой теме? Говорит, вот мы хотим собраться у тебя, приготовить что-нибудь, посидеть, обсудить наши там прошлые съемки Ну, как вообще пообщаться В принципе, а что я? Я всегда за Поэтому мы направляемся в магазин, покупать продукты согласно списку Ну и как обычно, все интересное покажем вам Так что оставайтесь с нами, смотрите и не переключайтесь Здесь примерно вот этот чек, один сантиметр, где-то сто рублей Кто угадает, тому лайк огромный за внимательность Ой, ну не начинай Ребятки, ну все, кажется, минутка страха Лена за руль села Она когда ездит, у нее ладошки потеет Ну он, я не знаю, как бы она старается Ура Провисло Она смотрит не по зеркалам, а в зеркало Просто любует со собой и едет Пристегнись Да, еще что Я хочу выпрыгнуть из пея До дома дошли Еды для наших друзей набрали Ну, а мы будем ждать 6 часов Придет главная повариха канала И тогда уже будем готовить Итак, друзья, встречаем Народная артистка Ютуба Олеся Балаева Блядь, надо было в глазок посмотреть Мы думали, что это Олеся пришла Раз первый, значит, проходи Ладно, да ты что Да Привет Здорово Привет, Веточка Здорово, мои хорошие Привет Тебя все заждались Да? Я сегодня губки накрасила, видишь? Ну вот Здравствуй, Олежек Серенька здесь уже давно вас ждет Да вы что? Ну, Мария, что Марсабель придет? Нет То есть мы не узнаем развитие их романов? Нет А какое развитие романов, если человек не звонит человеку? Не начинал И даже не начинал звонить Как считаете, при взаимоотношениях между мужчиной и женщиной Женщина должна звонить мужчине? Конечно, женщина Конечно, женщина Я считаю, что мужчина должен... Да скуяли, загуляли Нет, 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 нет Ребят, бабам больше надо, аж пускай нас звонят Мужчина, блядь Ах, ты забрала Да что же это такое? Кто тебе сказал? Да я по тебе все видел, что тебе сказал Катала меня, блядь, целый год, когда ты на мне женишься Он сказочник, сказочник Ага Ладно, идите Обнимайтесь, целуйтесь Серегка ждет О, сергуем! Сергуем! Ну что? Ты все такое-то вообще? А вот эти-то колын-кофточки Да, вот они Вот они Вот они Послушайте, блядь, ну что делается? Не только губы не накрасить Надо переодеться А то мы вас перепутаем Перепутан Ну, Олегу здрасте, тоже скажи Нет, вообще, перейдите Ну, байку выдашь? Так, ладно, Олесь Вообще, как бы наши зрители тебя полюбили до такой степени, что готовы на руках носить Ну, говорю, не у всех получится, конечно, взять тебя на руки Ну, что готовить будем? Да ладно, у мужской половины получится, не переживай Что готовить будем? Я хочу отступление сделать Они меня так любят, а аудиатри у меня до сих пор нет Ха-ха-ха Ну, это как анекдот Так, ну что мы сегодня будем готовить? Мы сделаем классические блюда, которые порадуют любого весной Мы сделаем весенний салат с огурцами, с редисом, с зеленью Это будет очень красиво И я думаю сделать отбивные вкусные, с перчиком, с солью У нас много мужчин, они нам мясо отобьют И пирожко, и это будет шикарно, как вы считаете? Ну, да, просто классическая такая Классическая, да И я это уже от себя хотела бы еще добавить Хочу сделать такой пирог с брынзой и с помидорами Он такой солено-кислого вкуса, очень красочный Помидоры будут как вяленые, это очень красиво Которые быстро готовятся Сейчас все увидите, не переключайтесь Ребята, специально для вас покажи немного, не убирай Ну, покажи чуть-чуть, что никто не понимает Давай самые дорогие Ух ты, ребятки, смотрите, Серенька не пожопил Нам дал посмотреть Вот это три листика вот этих марок стоят как трешка в Одинцово Короче, мне хватит нам Да, смотрите Не столько, конечно, но приблизительно Да подожди, сколько они примерно стоят, скажи Где-то 400 евро 400 евро? Каждое или все? Каждое? Ну, вот это вот, нет, не каждое А что ты на машину мне не принес, чтобы я тебя напоила и украла? Это для меня единственный дыбок, а ты не поездить не снимаешь Это ты что одела? Ты что, стример же, что ли? Да, да, да Нет, ну я одела, которая тем не была Нет, мы с Леной выбирали майку Ребятки, это, понимаете, это моя стримерская майка, да, вот где написаны все Нет, нет, только впереди Где написаны все топ-донаторы, которые вот были у меня на моих стримах Это ты с Киевского приехал, там ты с Латком стоишь, да, на вокзале Да я тебя видела же Слушай, а как вот ты их там слюняешь, как их клеить-то, блядь, на конверте? Или это не те? Нет, Серенька, это он вам рассказывает, что у него катастрофичный бизнес А на самом деле я ехала как-то на Киевском, смотрю, Серегка стоит Знаете, как раньше с Латком пирожки подавали? У него такой лоток, блядь, к нему никто не подходит А он орет, как дурачок Подходи, налетай! Марки разбирай Ну подошла, думаю, чтобы уже не расплакать А он даже здороваться не стал, типа тебя не знает, да? Нет, он, конечно, поздоровался, он был рад Потому что у него ажиотажа нет Поэтому я вас прошу, поддержите, купите у чувака по 400 евро хотя бы Потому что, ну надо как-то жить, понимаете, в Москве тяжело, тяжело Расскажи, почему ты Олегу не разрешаешь водку пить? На камеру На камеру скажи, прям как есть Ну, потому что сильно много пить нехорошо, все-таки, я так считаю, да? У человека должны быть будни, должны быть праздники Сегодня у нас просто уикенд с друзьями, поэтому я им предлагаю, ну выпей три рюмочки и все Займемся приготовлением пирога Хочу вас удивить пирогом с брынзой и с помидорами Припорошим все немножко мукой Так, попрошу, не шуметь Сережа, не это, не трагичи, сейчас Алисен работает Ну, в общем, раскатаю немножко тестичка И сейчас красивенько выложу Будет бомбический пирожок Ну ты за стол только тесты не раскатывай В общем, сейчас такую, знаешь, простыню раскатаю Да, 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 вместо скатерти Так Раз И вот так И теперь делаем красиво мортики Давай Красиво только делай Я стараюсь Старайся хорошо Я еще, вы знаете, не выпила ни одного бокала вина, поэтому очень стараюсь Здесь, понимаете, чтобы самому выпить, надо Олесю напыть, иначе она, бля, всем кровь свернет Ну, Олегу особенно, мне это нет, мне пить разрешают Повар должен выпить, чтобы блюдо было удачным Ну, давайте, как хорошую стримку Да, видите Осветим Ура Ура У-у-у-у Режиссер заливаем, а то опять Как второе У режиссера будет какая-то камера Так Чуть позже Нормально? Вот так обрезаем Это, выкидывать будем огрызки? Ну, если хочешь, угостись Нет Ты их туда Не в этот раз Скажи На дно положь Так, готовим начинку Здесь вообще все просто У меня готовые помидоры Лен, ну сколько здесь грамм? Грамм 300? 500. Помидоры должны быть наиболее спелые. Когда они спелые, они будут, у них ярче будет вкус, они будут более кислые, сладость будет присутствовать. То есть, чтобы это было ближе к таким летним помидоркам. Вот такие выбираете для этого блюда. Процесс идет, как бы стараемся сейчас... Лен, нарежь помидоры, продолжай. Лена, нарежь помидоры. Молодежь у нас вот сидит, уже подружились такие, все. Че, кого? Продолжаем с начинкой. Ну, я беру 4 яйца. Даже могу, наверное, 5. Сейчас еще одну возьму, потому что, смотрю, форма такая у нас на большой компанию. Так, вот такую сметанку. Сметанка нужна нам небольшой жирности. 10-15 вполне подойдет. Да, я еще. Сказали, ты уже по рейтингу на эту, Юлю Высоцкую переплюнула в готовке. Ну, конечно. У нее свой канал. Я тогда. Так, значит, мы вот это все дело соединяем вилочкой обыкновенненько. Сюда нам нужен перчик. Федра. Делаем перчика. Мускатный орех тоже подойдет, но, боюсь, Елены его нет. Слушай, как ты ловку так руками делаешь? Прямо загляденье для муску. Я пущу загляденье просто, да? Нет. Честно, я на себя посмотрела в туалете, Вадик, но я как это, мама дура, знаешь, такая. Тетя дура. Смотри, Майку выдели. Тетя дура. Как ты там говоришь? Интересно, куда она там в туалете заглядывала? В какое место? Нет, не в туалете, а в ванной. Там зеркало. А ты так и говоришь, что у нас туалет с ванной не совмещены, поэтому это для нас разные вещи. Брынзочка у вас должна быть для этого блюда посолоней. То есть, вот если какая-то забытая брынза у вас есть в холодильнике, это то, что нужно. Давай, давай. Ой, ой. Вот и мне прилетело. Вот так мы кладем помидорики. Посмотрите, какие хорошенькие. Сырик. Ну и, собственно, мы сейчас это все зальем красивенько. Чем? Газировкой? Пищницей. Ой, сказала бы, но забавить. Так, вот так вот немножечко поливаем. И смотрите, мы делаем тоненькой струечкой, чтобы у нас везде-везде был вот этот Ну, растеклось, по-русски говоря. Поливочка такая, да. Он будет такой, как, знаете, омлетик, что ли. Как будто вырвало. Ну, Владик, я думаю, тебе понравилось. Края залепи и меда сверху навеку. Не забудь. Ну вот, наше блюдо еще не готово. Вот такое оно у вас будет. Ставим в духовочку, ориентировочно минут на 30. Ну и все, господи, помоги. А дальше со стола вытираем. Ну, для этого есть специальные люди. Как я там всегда. Ну, ты что, ребят, картошечку почистить, лучок залупить, это всегда я. Первый раз такое слышу, что залупить лучок. Ну, следующее блюдо у нас по меню подбивные. Надо тоненько, вот так красиво нарезать. Ну, уж не так тоненько, по сантиметру хотя бы. Ну, я так и делаю. Оно с хорошей прослойкой, обратите внимание. И не так много жира, оно и не будет сухим, и не очень жирно, потому что жирное, наверное, никто не любит. Владик, мы же с тобой худеем. Ну, да. В общем, план какой, Владик. Сейчас я режу мясо красиво, а потом наши мальчики поочередно будут его отбивать. Сережа, ты чей мальчик? Наш мальчик, да? Наш он мальчик. Мясо нарезано. Сейчас я его посолю и поперчу. Так, молодые люди. Все. Я вам, ребят, скажу только одно вот. Мясо, когда будете отбивать, возьмите целлофановый пакетик. Для чего? Чтобы у вас сопли не летели в разные стороны. Просто можно вот так вот брать, брать, накрываете, накрываете, и потихонечку. Все, свининка, она... Все, готово. Все. О, да и с двух сторон даже не надо. По пальцам не шибани. Не говори под руку. У Сереги фамилия Шибаев, может по пальцам шибануть запросто. Так, что у тебя там? Так, ну, картошечка дымится, все дымится, сейчас яички. Хочу для муки посудинку какую найти. Яички дымятся тоже. Вот, за тарелочку возьмем. Вот эту, да. Вот эту, да. Она мне не подходит. Другой нету. Я хочу найти эту... Сковородочку? Да, где у вас сковородочка? Ой, Олеся, а если назад посмотреть? А вот. Давай, Владик, включай мне вот эту вот штучку. Давай. Так, посильней. Штучка-дрючка. Так, ну, берем то же самое. Берем вилочку. Я тоже люблю немножко яички. Посолить и поперчить. Я люблю солить все немного, чтобы вкус мяса оставался, присутствовала сладость мяса. И это прекрасно. Потому что, когда пища сильно пересолена, это забивает вкус самого продукта, да, ингредиентов не слышно. То есть, на мой взгляд... Ты там цыпленочка не размешала? Ничего? Нет. Все хорошо. Смотри, а что там? Цыпленок была, лапка была, по-моему. Вы знаете, бабушки в деревнях, когда готовят, они всегда вот так делают. Господи, помоги мне, Варя. Чтобы продукт удался. Ну вот, ждем, сейчас у нас немножко маслица нагреется. Сережа, это хлеб. Сережа, у тебя диета, интересно, хлеб с минералкой, блядь. Убирай. А больше не дают ничего. А что делать? Ну, колбаса есть, муку давай. Давай, давай сверху. Я не ем колбасов. Ну, мукой сверху давай посыпем, еще вкуснее будет. Так, Владик, боюсь, что сейчас 2-3 секунды, и уже надо доставать. Я достаю из широких штанин. Да, как у моей курсы. То есть, вы смотрите, оно немножко дымится. Не знаю, видно или как. Да, дымится у всех мужиков уже. И вот так вот еще можно сделать. И понятно, что время пришло. Значит, первый у нас ингредиент мука. Затем вот этот, ну, делаем такой клярчик, да. Я не рекомендую сюда добавлять молочко. Если будет молочко, кляр как-то сворачивается. Я пробовала, мне не понравилось. Мне кажется, яйцо лучше всего. Вот на это количество мяса уйдет где-то 4-5 яиц. Ну, обычно так. А Лена тоже хлеб ест. Серенка, капуста. Ваша нашла. Своя. Серенка пусть открывает. Он сейчас хлебом поел, силы много. Давай, он не умеет открывать. Нет, умеет. Сильный мужик, блядь. Ленка решила Серенку в божеский вид привезти. Смотрите, у него какие брови. Как у совы. Давай бритвы их. Нет. Нет, а что, давай вообще сбреем их, как у Манского. Ага. Ты вообще что, смешнее стал, блядь. Нет, нет, нет. Нормально все. Не жмурься, а то и реснички попадут. Блин. Уцепляет просто. А ты не ползай. Сука, мне еще не смешно. Приз хрустальная сова, блядь. Хватик, держу. Тихо. Ребятки, просто так не задонат хуярят. Вот я понимаю, человек, блядь. Ой, классно. О, а какой красивый. А вы знаете, Ленок, ты дай я кусочки, видишь, у него? Давай я, Ленок. Давай, дай, дай Лисьону. Ты можешь повыщипать? Давайте повыщипать. Когда мы с Серенькой были на юге. На юге Краснодарского края? Да. Мы с ней так развлекались вечерами. Вы думали, что мы что-то неприличное делали, а мы просто все время говорили. Сына, наверное, все яйца вообще полопали. Так, не будем углубляться. Выдерло. Но. Все, ты красава. О, блядь. Спасибо. Спасибо. Пусть тебе повезет. Смотри, сколько она мутана от тебя, блядь. Сыка. Ну вот, хочу заняться салатом. Сделаю весенний салат. Редиска, огурцы. Заправлю это укропом и лучком. Немножко добавлю чеснока и еще сметанки. Я думаю, это будет шикарно. Хочется поделиться с вами радостью. Здесь у нас процесс идет. Мы уже приготовили салат, о котором я говорила. И посмотрите, какой чудесный пирог. Вот-вот будет готов. Помидоры как будто вяленые. Владик, видно, как он дрожит? Ну да. Омлетик застыл. Помидорки, посмотрите, стали как вяленые. Сейчас мы его разрежем и покажем вам. Ну, кто хочет, ребят? Сама первая ешь, что хочешь. Вы увидели, как он поднялся? Олежек, хочешь, я первое дам мужу. Ну давай. Тот точно есть не будет, блядь. Он боится тебя. Олежка боится? Да. Ну давай, Серега, давай смотарим. Траванешь нахер, блядь. Посмотрите, какой он высокенький, да? И вот эти помидорки, ну попробуем, как тебе настоль. Утром омлет, вечером омлет. Омлетище, омлетушечка. Так, что, надевай Олежек. Давайте попробуем, что нам Олеся сделала. Свиду-то вроде красиво, но на вкус сейчас отведаем. То есть рецепт видели, все, что в холодильнике не испортилось, все в разноску. В любом случае, Олеся, спасибо, спасибо. Я думаю, еще сейчас мы горячего дождемся. Так что, ребятки, ну и за вас, соответственно. А я просто анекдот, думаю, жена мужа повела в поликлинику отследовать. Отвела его к врачу, дошел, у врача там побеседовал, анализы сдал, все. Теперь жена заходит к врачу узнать, что там, как там с ним. Ну, врач говорит, знаете, у вашего мужа глубокая депрессия, он плохо себя чувствует, ему надо создать условия, ему надо ужин хороший готовить, ему надо не отказывать в ласках, ему надо там, то, все, пятое, десятое. В общем, условия должны создать недели, две, три, вот так вот он должен почувствовать себя, как в районе. Ну, она говорит, понял, выходит от врача, муж справит. Ну, что сказал? Что сказал, доктор, умрешь? Так что, дорогие мои, вам огромное спасибо за просмотр, мы от души, все, что смогли для вас сделали, посидели, почитали, комментарии, обсудили все, даже дальнейшие свои видео обсудили. Все хорошо, будем дальше вас радовать. Субтитры сделал DimaTorzok